Детца за скольняк пушкать не дашь? Ну так, мамочки, будет в хозяйку уже. Герой этого видео, снятого сотрудниками опеки с трагической судьбой. 11-летний Алмаз в очередной раз со слезами на глазах вынужден просить помощи. Мама, говорит, страшно пьет. А в этой школе? Да, в этой школе. Тогда женщину снова предупредили и оставили мальчика дома. Но в начале ноября эта семья в который раз попалась в поле зрения сотрудников опеки. Зауч местной школы сообщила им, что ребенок спит на улице, прямо на крыше туалета. Вопрос лишения родительских прав стал незамедлительно. Первое было просто предупреждение. Второе мы выставляли на комиссию. Третье мы будем сейчас иск подавать в суд о лишении родительских прав матери. Если суд решит, то ребенок будет содержаться за счет государства в детском учреждении. Теперь поисками мамы Алмаза занимаются сотрудники ювенальной полиции. Обходят все квартиры и дома, где может находиться женщина. Так они вышли на ее след. Но хозяин квартиры утверждает, сына с ней рядом никогда не видел. Она говорит, что есть сын. Сын в этой пятилетке, у сестра. Они каждую неделю меняют место жительства, поэтому дети часто пропускают учебу. Сначала они жили в начале района Заря-Восток, затем на других улицах. И так постоянно. Мы не успеваем проводить проверки. После каждого посещения они переезжают. Вот, например, три дня назад участковый проверял этот адрес, по которому должен был жить ученик восьмого класса. Речь идет еще об одном подростке Самати. По словам специалистов, мальчика в центре адаптации оформляют уже не в первый раз. Во время занятий он сидит спокойно, но часто сбегает с уроков. Родители часто пьют спиртное и переезжают с квартиры на квартиру. Мы стараемся прослеживать их местонахождение. А когда находим, пытаемся поговорить. Но почти всегда они находятся в нетрезвом состоянии и начинают грубить нам и выгонять. К сожалению, новый адрес родителей Самата нам найти так и не удалось. Но в отделе опекунства сообщили, подросток будет находиться в центре, пока ему и его родителям не восстановят документы. И только после этого будут решать дальнейшую судьбу семьи и самого ребенка. Сотрудники ювенальной полиции Алатауского района сообщили, с начала года было выявлено и поставлено на учет порядка 80 подобных семей.